Манипуляции вокруг закона об НКО идут посредством всех возможных платформ. Отдельные представители НКО предпринимают любые попытки, чтобы оставить все как есть. То есть никому не отчитываться о своей деятельности. Ведь зачастую многие некоммерческие организации под видом благих дел занимаются политическими вопросами и пытаются влиять на ситуацию в стране. А работать открыто таким НКО просто невыгодно. Назовем лишь несколько фамилий правосащитниц, которые всегда выступают против Рита Карасартова, Азиза Абдирасулова, Динара Ошурахунова. Многие граждане знают их как организаторов митингов на всевозможные темы. Рита Карасартова отличилась, организовав в Кыргызстане первый марш за права ЛГБТ в 2019 году. Закон об НКО нужен для того, чтобы обезопасить нашу страну от таких явлений, от иностранного деструктивного влияния, говорят эксперты. С помощью нового закона получится отсеять те общественные организации, которые были созданы с целью дестабилизации обстановки. Тем НПО, которые действительно занимаются благотворительностью, нечего бояться, даже если им придется опубликовать свои расходы. Ведь закон требует только одного – работать открыто и прозрачно. Закон был подписан президентом 2 апреля, но уже несколько международных организаций поспешили выразить обеспокоенность этим событиям. Ранее критики законопроекта подключились международные организации, такие как Евросоюз, ПООН, ОБСЕ, ЮСАИД, посольство США и другие доноры кыргызстанских НПО и СМИ, депутаты и политики иностранных государств. Закон об иностранных представителях возложит на НПО неоправданное бремя и может привести к ограничению или прекращению деятельности организаций, оказывающих жизненно важную помощь кыргызскому народу, включая помощь США, реализуемую местными и международными НПО. Стоит отметить, что в Соединенных Штатах с 1938 года действует закон, регулирующий деятельность НПО. В Америке от неправительственных организаций требуют раз в полгода сообщать о работе с иностранным лицом, которое их спонсирует, а также о размерах поступлений и на какие цели были направлены выделенные средства. Нарушение этого закона наказывается или штрафом до 250 тысяч долларов, или тюремным заключением сроком до 5 лет. Почему неправительственные организации в развитых западных странах регистрируются в Министерстве юстиции, в налоговой службе, открывают счет в банке и не делают того же, когда приходят к нам? Или мы второсортная страна? Нет, это не так. Мы больше не допустим подобных сомнительных действий. Ну вот сложно себе представить, чтобы в США открылись, допустим, НПО Кыргызстана, наше бы, допустим, правительство их финансировало. Я думаю, что у Госдепартамента США тоже бы возникли вопросы, чем, собственно говоря, эти американцы занимаются. Поэтому всегда, когда мы говорим, надо представлять сразу другой вариант. В свою очередь, этот закон, наоборот, окажет помощь донорам. Они наглядно смогут посмотреть, на какие цели направляются выделенные ими финансы. Ведь некоторые НКО занимаются отмыванием денег. Говорят, что организовывали круглые столы и тренинги, реализовывали проекты, но при этом большую часть средств направляли на личные интересы. Новый закон о НПО также уделяет внимание вопросам финансовой подотчетности, что является важным шагом для обеспечения прозрачности и ответственности в работе неправительственных организаций. Возникает вопрос, почему иностранные доноры выступают против этого закона. По словам главы государства, наши неправительственные организации порой предоставляют неверную информацию. В принятом законе нет никаких запретов на деятельность некоммерческих организаций. Также нет запретов и на финансирование со стороны иностранных источников. Они распространяют ложную информацию, говоря, нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства. И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон. Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что ли начнем это делать? Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и наших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках. Если можете, то получайте не миллионы, а миллиарды. Это пойдет только на пользу нашей стране. Мы просто хотим показать все открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты. Закон вступит в силу в течение 10 дней после подписания. В течение месяца после этого Кабинетом министров будут внесены дополнения, направленные на упорядочение деятельности НПО. Поскольку заявление президента касается закона, связанного с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного представителя, то эти слова так и следует понимать. Речь идет о том, что до настоящего времени некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного представителя, не регистрировались именно в этом качестве. После вступления в силу закона, министерство юстиции начнет регистрировать некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного представителя, и будет соответствующий реестр.